Дорогие ребята, подготовьте свое рабочее место. Возьмите ручку, тетрадь. Мы начинаем урок математики. Меня зовут Бурцева Лариса Викторовна. Встало солнышко давно, заглянуло к нам в окно. Но урок торопит нас. Математика сейчас. Пожелаем всем удачи. За работу! В добрый час! Сегодня мы продолжим путешествие в царстве математики и откроем что-то новое. А любое открытие человек делает на основании имеющихся знаний. Пойдем тем же путем. Предлагаю вам зарядку для ума. Проведем математический диктант. Первое. Найти разность чисел 540 и 90. Найти сумму чисел 320 и 580. Уменьшаемая 700, вычитаемая 320. Найдите разность. Какому числу прибавили 60 и получили 300? Из какого числа вычли 80 и получили 220? Насколько 310 меньше, чем 400? 180 увеличили на 130. Какое число получилось? Из 500 вычесть произведение чисел 30 и 10. Какое число вычли из 900 и получили 400? Проверьте, ребята, правильно ли вы выполнили задание. Посмотрите на числа и скажите, как называются эти числа, которые вы записали. Правильно, круглые. Под круглым числом понимают число, которое делится на 10, 100, 1000 без остатка. Какое число лишнее в этом ряду? 90, правильно, почему? 90 – это число двузначное, а остальные числа – трехзначные. С какими числами мы будем работать на уроке? С круглыми трехзначными числами. Я предлагаю поработать с этими числами и посмотреть, сколько в числах десятков и сотен. В числе 450 45 десятков 380 38 десятков 240 24 десятка 310 31 десяток Как же узнать, сколько всего десятков в числе? Чтобы быстро определить количество десятков в любом числе, достаточно в этом числе прикрыть единицы, ведь их недостаточно, чтобы составить еще десяток. Давайте посмотрим, сколько в числах сотен. 900 – это 900, 300 – 300, 300, 200, 200, 500, 500. Как узнать, сколько всего сотен в числе? Если для определения количества десятков мы прикрываем единицы, то есть одну цифру справа, то для определения количества сотен надо будет прикрыть уже и единицы, и десятки, то есть две цифры справа. А теперь наоборот посмотрим, сколькими единицами образованы числа. 12 десятков 12 десятков Это 120 единиц 5 сотен 500 единиц 23 десятка 230 единиц 1 сотня 100 единиц Молодцы! С этим испытанием мы справились. Посмотрите на следующий слайд. Нам нужно соединить выражение с математическими свойствами. Переместительное свойство умножения Умножение суммы на число Деление суммы на число В чем суть переместительного свойства умножения? От перестановки множителей произведение не меняется. Как это можно применить при вычислениях? Легче не 8 умножить на 12, а 12 умножить на 8. Результат при этом не изменится. Что обозначает свойство умножения суммы на число? Можно умножить на это число каждое слагаемое и результаты сложить. Что обозначает свойство деления суммы на число? Чтобы разделить сумму на число, можно разделить на это число каждое слагаемое и результаты сложить. Такие математические свойства мы с вами вспомнили Переместительное свойство умножения Умножение суммы на число Деление суммы на число Такие математические действия с трехзначными числами Мы будем изучать на уроке Правильно Умножение и деление круглых трехзначных чисел Посмотрите на пары выражений 18 умножить на 4 180 умножить на 4 9 разделить на 3 900 разделить на 3 Объясните Как математические свойства, о которых мы только что говорили Можно применить при умножении и делении трехзначных чисел Заменяем умножение и деление трехзначных чисел Действиями сотнями и десятками Число 180 Это 18 десятков А число 900 Это 9 сотен Сформулируем тему и задачи урока Тема урока Приемы устных вычислений Умножение и деление Вида 180 умножить на 4 900 разделить на 3 Задача урока Отрабатывать навыки устного умножения и деления трехзначных чисел Вида 180 умножить на 4 900 разделить на 3 Второе Применять полученные знания на практике Для работы над новой темой Мудрая сова Предлагает нам Использовать правила Умножение и деление трехзначных чисел Которые оканчиваются нулями Можно заменить действиями сотнями и десятками И математические свойства Умножение суммы на число Деление суммы на число А теперь давайте будем применять изученное при вычислении Смотрим на числовые выражения 180 умножить на 4 180 это 18 десятков 18 десятков умножаем на 4 Получается 72 десятка Или 720 900 разделить на 3 900 это 9 сотен 9 сотен делим на 3 Получается 3 сотни Или 300 Давайте рассмотрим Еще несколько примеров 400 разделить на 4 400 это 4 сотни 4 сотни делим на 4 Получаем одну сотню Или 100 140 умножить на 2 140 умножить на 2 140 это 14 десятков Умножаю на 2 Получаю 28 десятков Или 280 А теперь посмотрите А теперь посмотрите Как кратко можно записать это выражение 300 умножить на 3 Равно 900 Потому что 3 сотни умножить на 3 Получится 9 сотен 840 разделить на 2 840 разделить на 2 Равно 420 Потому что 840 это 84 десятка Делю на 2 Получаю 42 десятка Или 420 Ребята Вы наверное Все знаете Этого сказочного героя Он внимательно слушал объяснения И попробовал выполнить задание Я предлагаю вам Побывать в роли учителя И проверить работу Незнайки Молодцы ребята Незнайка действительно допустила ошибки В первом и в третьем числовом выражении Какое правило он забыл применить Умножение и деление трехзначных чисел Которые оканчиваются нулями Легко заменить действиями Сотнями и десятками Какие математические свойства Мы применяли на уроке Умножение суммы на число Деление суммы на число И в закреплении Хочу вам предложить Домашнее задание Выполнить на странице 82 Номер 2 И номер 5 Молодцы Нарисуйте смайликом Своё настроение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!